Раньше у нас война была только в фильмах, а сейчас война у нас оказалась в реальности. Марина Шарун переехала в Харьков из Славянска. Женщина рассказывает, устроиться на новом месте было непросто. Ни жилья, ни работы, но справиться с трудностями ей помогли волонтёры. Конечно, спокойнее. Я уже отошла от этого состояния. Поначалу мы как приехали, смотрим, что здесь совсем другая жизнь, люди живут своей жизнью, работают, учатся, ходят в магазины нормально. Там это всего невозможно было делать. Работу на горячей линии для переселенцев пришлась по душе, говорит женщина. За одну смену она принимает более 20 звонков. Всего первые три недели работы в центр обратились больше полторы тысячи человек. Операторы дают необходимые номера телефонов и направляют нуждающихся в помощи к волонтёрам, которые могут её предоставить. Сейчас в колл-центре работают 10 человек, 9 из них – переселенцы. Они уже прошли то, с чем могут столкнуться их коллеги по несчастью и могут успокоить и подбодрить своим примером. Создать такой колл-центр решили, когда переселенцы стали жаловаться на порядок работы государственной горячей линии. Там обнаружилось несколько таких моментов, которые являются тяжёлыми, бюрократическими, особенно для людей, которые являются переселенцами, которым надо принять решение быстро. Ну, например, там ответ, им ответ должен был прийти, например, почтой от государственной администрации. Вот, естественно, что мы не уверены, что там работает почта в Славянске и вообще сколько ждать людям. О горячей линии Харьковской области узнают в основном с помощью сарафанного радио, говорят представители колл-центра, так как возить листовки с номерами в зону АТО небезопасно. Уже переехавшие в Харьков люди сообщают родственникам о возможном варианте спасения. Только многие всё равно остаются в надежде уберечь свои жилища, рискуя собственной жизнью. Анна Сердюк, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».